Золотая маска Театры Сибири всегда участвовали в маске, в те или иные города, стабильно Омск, Новосибирск, Красноярск. Но в этом году есть и свои особенности. При том, что, мне кажется, Новосибирск явно увезет к себе не одну маску, думаю, далеко не одну. Не только Тимофей Кулябин и спектакль «Три сестры», который является хедлайнером фестиваля. Это видно и по прессе, и по напряжению публики, по желанию туда попасть, по слухам, по восторгам. Но также спектакль «Снегурочка», который в номинации «Эксперимент». Это замечательная работа Галины Пьяновой и театра «Старый дом» с композитором Александром Монацков. Это вообще новаторская, в самом деле новаторская работа, работа с классикой, но без языка на материале прекрасной пьесы Островского совершенно другим, страшным и чувственным образом. По-моему, это действительно большой прорыв. Наконец, Кемерово впервые представлен тоже как номинант «Золотой маски». Это Антон Безъязыков, кемеровская драма. Он экспериментальная работа. И, кстати, два драматурга, которые работали с ним в этом проекте, номинированы впервые, вот мы впервые созданы номинацией лучшей драматурги. Какую роль в театральном пространстве страны сегодня занимают театры из Сибири? По-моему, очевидно сегодня, что Сибирь, как и все регионы, собственно, как региональный театр вообще, становится не просто неотъемлемой частью общего ландшафта, но он становится более выпуклым, более крупным. Ты как бы узнаешь, вот приезжает театр из Норильска, если тебе интересно, ты узнаешь, что это за город, в каком особенной местности этот театр существует, в этом индустриальном, постиндустриальном страшном пейзаже этой вечной мерзлоты, не только город ГУЛАГа, Нориллага страшного, но и город, в котором вообще-то не должно было бы быть цивилизацией жизни, но она там чудом есть, и это тоже важно. Что такое город Глазов в 93-е в Урдмуртии, что такое Шарыпово в Красноярске, какова эта коммуникация между городами. Мне кажется, благодаря фестивалю и благодаря маске, публика любопытная, любопытствующая, театральная публика узнает не только театр, но и мир, в котором живет. Если говорить о динамике участия сибирских театров в фестивале, представленных работ с каждым годом становится больше? У меня нет такой статистики, и в памяти нет. Я знаю, что всегда стабильно Омск, стабильно Новосибирск, другие города, допустим, Красноярск, были представлены в той или иной дозировке. Я сейчас не любопытно действительно было бы проследить, больше или меньше. Мне кажется, ну вот много, много в этом году, много. Хотя скажу, что мне жалко, мне бы хотелось, чтобы в Омске было, в Омской драме было не только Омск, вернее, в Омске не только Омская драма представлена, да и сама Омская драма могла бы быть активнее, разнообразнее, но и другие прекрасные театры этого города. И кажется, сейчас не самый лучший театральный период. Я очень желаю моему любимому Омску, этой действительно легендарной театральной столице Сибири, нового дыхания и процветания. А можно ли сказать, что в сибирских театрах сегодня происходят какие-то особые творческие процессы? Я думаю, что процессы в чем-то едины, в чем-то разнятся. Я просто скажу, что вообще в регионах, особенно граничащих с национальными регионами, или прямо в национальных регионах происходит особого рода театр памяти, в том числе памятью о сложнейшем периоде, о репрессиях, о том, что как будто бы должно быть стерто сегодня из нашей общей коллективной памяти. И тем не менее театры работают для того, чтобы это ни за что не было стерто. Спасибо, Алена. А я напомню, что с председателем экспертного совета «Золотой маски» Аленой Карась мы говорили о том, как качественно меняется афиша фестиваля и какую роль сегодня в ней играют театры Сибири. До свидания. Продолжение следует...